На сфере треугольник, одна из сторон которого, это дуга величиной 120 градусов. Другими словами, что мы делаем? Мы берем два вектора, которые длины единица, и между ними угол 120 градусов. Давайте их будем называть Е и Е. Два вектора. Длины одинаковые, длины равны единице. И еще любой другой вектор, уже не знаю, как он там расположен, какой-то вектор такой же длины, естественно, вектор h. Длина вектора h такая же. А вот про углы ничего не известно. Разумеется, у нас возникает, если пересечь этот треугольный угол со сферой, какой-то сферический треугольник. Согласны? В сферическом треугольнике есть медиана. Что такое медиана? Это другая большого круга, которая проходит через вершину и середину пунктов. Отлично. И есть другая медиана. И третья. Докажите, что они обязательно пересекаются в одной точке. Как, впрочем, всегда медианы у сферического треугольника, неважно, там 120-120. И, вот это здесь уже важно, что 120. Делят медиану, которая проведена к вот этой вот строению 125 градусов, пополам. На плоскости, как известно, медиана делят в каком отношении? Два к одному. А вот, оказывается, в сферической диаметре медианы тоже пересекаются в одной точке, но при этом, если одна из сторон это 120 градусов, то соответствующая медиана, медиана, приведенная к этой стороне, будет поделена ровно пополам. Что такое сферический треугольник? Нет. Вам никогда не показывали глобусы. А-а-а, то есть диаметра Лобачевского что-то такое? Геометрия Лобачевского и это следующий этап. Это мы сегодня обсуждать не будем. Кстати, можете напутствовать Колю, у него завтра экзамен в этой науке. Что такое сферический треугольник? Треугольник. Это пересечение сферой с большим кругом. Экватор только повернутый. Медианы пересекаются в любом треугольнике. В любом сферическом треугольнике, да. Потому что можно через центр сферы рассмотреть такую прямую. У меня ведь есть плоские треугольники. Есть. Через вершину третьего вектора и медиану треугольника провести плоскость. Это он пытается нарисовать кусочек сферы. Ну, представьте, арбузную дольку такую. Взяли. Илья Муромец нанес три удара мечом через центр арбуза. А зачем? И вырубил кусок арбуза. В математике это называется треугольный угол. Я не могу вам ничем помочь. Надо просто представить себе эту конструкцию. Как три луча выходят из центра сферы. Медиана такого треугольника проходит через середину дуги. Да, конечно. Поэтому вот плоскость через начало вектора h, центр арбуза сферы и вот эту медиану... Настоящую медиану треугольника, да? Проходит, содержит в себе всю медиану... При пересечении со сферой дает сферическую медиану. Да. Теперь, ну, аналогично можно поставить по плоскости. Да. Три плоскости будут пересекаться по одной прямой... Мы фактически берем вектор e плюс f плюс h разделить на три. Да. Его конец лежит в плоскости, и это просто-напросто точка пересечения медиан треугольника. Не сферического треугольника, а настоящего треугольника. Так, надеюсь, это все, наверное, правильно. Е плюс f плюс h делить на три. Когда вы берете произвольную точку и соединяете ее с центром тяжести треугольника, то вектор это действительно средний арифметический вектор в эти три вершины. Мы получили вектор, который будет лежать во всех трех таких плоскостях. Да. А значит, если его продолжить до пересечения со сферой, это и будет пересечение всех медиан. Отлично. А теперь вопрос. А почему же пополам-то делить будет? А ты посмотри внимательно. Когда у тебя есть вектор e и вектор f, что значит на этой картинке, что угол 120 градусов? Где будет сумма этих векторов лежать? Вот тут. Ну. Сумма их будет лежать здесь. А где будет лежать? И причем имеет длину 1. Да, да, да. Да, вот этот вектор тоже имеет длину 1. Именно в случае, когда 120 градусов, да. И этот имеет длину 1. Да. Значит, эта точка является серединой. Да. Что это я буду доказать? Да.